В начале работы над партитурой программа Dorico не предлагает тактовый размер и деление на такты, а позволяет набирать в свободном метре без тактовых черт. Поэтому при активации открывающейся справа панели «Такты и тактовые черты» значок финальной черты на нотоносце, вы не сможете создать новые такты. Чтобы сделать это, необходимо сначала задать размер. Теперь вы можете добавить любое количество пустых тактов в вашу партитуру. Такты можно добавлять в любой момент создания партитуры. По умолчанию программа предлагает создать такты перед выделенным элементом. Однако вы можете изменить это, создав их, например, в начале фрагмента или в конце. Применение пункта «Вставить тактовую паузу» рассматривается в видео «Голоса и полифония». Над верхним нотоносцем системы вы можете видеть системный трек. Он также позволяет работать с тактами. Выделив нужный такт на треке и щелкнув по значку «Корзины», вы можете удалить его. Это можно сделать как с пустым тактом, так и с тем, где уже есть нотный текст. Программа не очищает выбранный такт от нот, а удаляет его из партитуры полностью. На треке можно выбрать сразу несколько тактов, нажав и протянув указатель мыши. Значок рамки, расположенный в правой части выделения, при нажатии позволяет выделить все содержимое указанных тактов. Помимо этого, справа сверху от выделения трека расположен значок «Плюс». При выделенном такте нажатие на этот значок создаст новый пустой такт после выделенного. Если выделение содержит несколько тактов, при нажатии на «Плюс» программа создаст столько пустых тактов, сколько вы выделили. Системный трек может помочь вам в работе с тактами, однако если он вам мешает, вы можете зайти в меню Вид сверху экрана и отключить его, выбрав пункт Системный трек. Аналогичное действие вызывается нажатием комбинации клавиш Alt-T, которая попеременно включает трек и выключает его снова. Для работы с тактами в программе Dorico также предусмотрена всплывающая панель такты и тактовые черты. Выделите нужное место в партитуре и нажмите комбинацию клавиш Shift-B. В открывшееся поле можно ввести число тактов, которые вы хотите создать, либо знак плюс, а затем это число, и нажать Enter. Нужное количество пустых тактов появится непосредственно перед выделенным элементом, даже если он расположен внутри такта. Таким же образом можно удалить лишние такты, введя отрицательное число. Из партитуры, начиная с выбранного элемента и далее, удалится участок равный длине указанного числа тактов, вне зависимости от наличия там нотного текста. На панели справа, в этом же разделе, можно создать нужную тактовую черту. Выделите ту черту, которую хотите изменить, и выберите из списка нужный вариант замены. Например, двойная тактовая черта, короткая черта по центру, или черта обратной репризы. Если вы создали тактовую черту по ошибке, просто выделите ее и удалите клавиши Delete. Помимо этого, можно не только заменять уже существующие тактовые черты на другие, но и создавать новые внутри такта. Все прочие, кроме простой тактовой черты, создадутся обыкновенным образом. При создании же простой тактовой черты, программа обрежет такт в указанном месте и начнет с него новый такт, пересчитав остальные такты в соответствии с размером до следующей указанной тактовой черты. Указав еще одну тактовую черту, можно вернуть предыдущее деление последующих тактов. Таким образом, при необходимости, можно получить дополнительную тактовую черту внутри такта, не меняя структуру произведения. Тактовые черты можно также создавать при помощи всплывающей панели такты и тактовой черты, выделив тактовую черту или установив каретку набора. Введя в поле вертикальную линию, вы получите простую тактовую черту. Введя две вертикальные линии, вы получите двойную тактовую черту. Двоеточие, вертикальная линия и двоеточие означают двойную репризу. Помимо значков, внешне напоминающих саму создаваемую тактовую черту, в поле можно вводить английские названия этих черт. Например, Final – финальная тактовая черта, или Dashed – пунктирная. Полный набор команд, которые можно вводить в это поле, можно увидеть на официальном сайте Doric. При нажатии комбинации клавиш Ctrl-Shift-E или Command-Shift-E для Mac появятся опции верстки, где можно выбрать раздел «Тактовые черты» и выбрать нюансы их внешнего вида и расположения.